О духе единства. Вы были демократом. Да. Отставим политиков в сторону. Что вы уважаете в людях левых взглядов больше всего? Неважно, демократы они, прогрессисты или либералы. Слушайте, я уважаю тот факт, что все они в этом участвуют. И знаете, в какой-то степени жизнь — это то, что ты делаешь в ожидании смерти, так что лучше потрудиться. Думаю, если говорить о том, что происходит сейчас, то у нас появился шанс спасти страну. Эта страна идет ко дну. Я предсказывал это в отношении Венесуэлы и многих других стран. Эта страна летит в пропасть. Если мы не победим на этих выборах, предстоящие выборы будут 5 ноября. И они самые важные в истории этой страны. Ведь если мы не выиграем, я не уверен, что будут следующие выборы. И это будет коммунистическая страна, что-то близкое. Многие из тех, кто это слушает, включая и меня, не считают Камалу коммунисткой. Но она марксистка. Ее отец марксист. Верно. И она отстаивает... Немного необычно, да? Она продвигает такую политику, которая направлена в сторону демократического социализма, скажем так. Но многие из тех, кто знает, как работает правительство, говорят, что такая политика не может быть реализована. Она просто используется во время кампании. Что, мол, продукты слишком дорогие, нам нужно их удешевить, и поэтому поговорим о регуляции цен, но такое нельзя будет воплотить. Это может стать реальностью, вот она говорит о регуляции цен. Это пробовали уже около тысячу и одного раза в разных местах за все эти годы. И никогда это не работало. Это ведет к коммунизму, это ведет к социализму. Это ведет к отсутствию продуктов на полках. И это ведет к огромной инфляции. Получается, это... Плохая идея. Когда вы вешаете ей такой ярлык, как «коммунизм», не знаю, в курсе ли вы, но некоторые называют вас фашистом. Да, называют, поэтому называть их коммунистами — это нормально. Они обзывают меня гораздо хуже, чем я их. Да, это так. Иногда это просто... Интересно, что они называют меня чем-то ужасным. Потом я отвечаю. Они говорят, «Разве не ужасно, что сказал Трамп? Погодите, а как меня они обозвали?» Так что я считаю, что клин клином вышибают. Я считаю, что это очень злые люди. Это злые люди. У нас есть враг снаружи. И у нас есть враг внутри. И, по-моему, внутренний враг — это радикальные левые психопаты. И я думаю, им нужно дать отпор. Когда так часто один клин вышибает другой, легко забыть, что есть срединная Америка, и которая умеренная, и видит плюсы с обеих сторон, и предпочитает одну сторону другой по политике. Как я уже сказал, многим нравится ваша политика. Нравится ваша способность вести переговоры и заканчивать войны. И они не видят надвигающегося разрушения Америки. Пока я был президентом, ни одной войны не было. Это серьезное дело, такого не было 78 лет. За мое президентство не было войн, мы победили ИГИЛ, но ее начали не мы, и мы были далеки от победы. Задумайтесь, при мне не было войн, а Виктор Орбан, премьер Венгрии, сказал миру нужен Трамп, потому что все боялись Трампа. Я не использую это выражение, но думаю, они уважали меня. Он сказал, боялся Китай, боялась Россия, все боялись. И мне все равно, как они говорят. По правде говоря, это самое подходящее слово, давайте использовать его. Они уважали меня, они уважали эту страну. Я остановил строительство газопровода «Северный поток-2». Никто этого не мог сделать, а я остановил это. Потом пришел Байден и дал добро на строительство. Мы защищаем Германию и другие страны за копейки, в сравнении с тем, во что это обходится. А они платят тем, против кого мы их защищаем. Миллиарды долларов за энергию. Я спросил, а как это так? Мы договорились с ними и все получилось. Они стали платить сотни миллиардов долларов. Или бы они сейчас не были в НАТО, если бы не я, НАТО бы не было. КОНЕЦ